Итак, ни для кого не секрет, что в 2022 году должно выйти продолжение крайне успешного мягкого перезапуска серии God of War 2018 года под названием «Рагнарёк». В рамках своего продвижения игры Sony не только показала трейлеры арты, но и затезерила продолжение ещё в оригинальной игре, давая понять, что новая часть продолжит сюжет скандинавских богов. Благодаря всем оставленным подсказкам мы примерно знаем, о чём будет продолжение 4-го God of War. Близится Рагнарёк. После смерти Бальдора на 100 лет раньше предначертанного наступила апокалиптическая трёхлетняя зима Фимбул Винтер, которая предшествует Рагнарёку и будет длиться до конца битвы в самом конце света. К этому времени Кратос и Атрей немного подросли. После пережитого приключения сын Кратоса потерян и не знает, кто он на самом деле – Атрей или Локи. Кто вообще такой Локи и какая судьба ему уготована? А также, что хотела от них Фей, точнее сказать, великанша Лаувей. Зачем отправила их в этот путь, а не просто рассказала, кто она и что предначерта на Локи. Кратос же принял свою роль отца, стал заботиться и наставлять Локи. Простите, Атрея. Но грехи прошлого просто так не отпускают. Фрея, чей сын был убит Кратосом, не в силах справиться с горем. Пытается убить того, кому буквально вчера помогало. Тор, чьих сыновей убили Кратос и Локи, также ищет встречи с греческим богом войны. А за всем этим издалека наблюдает Один, чья роль в этом спектакле пока еще не до конца ясна. Какую сторону примет Кратос? Остановит он или ускорит наступление Рагнарёка? Суждено ли детям Локи перенести смерть всем богам и конец света во все девять миров, или все это не более чем сказки? Это мы узнаем после того, как выйдет игра. Однако вопрос, который меня интересует прямо сейчас – переживет ли эти приключения сам Кратос? Много моментов как за, так и против, и сегодня я постараюсь подробно в них разобраться. Ведь мое имя – Войсеребус, это просто канал об играх, и… кстати, одно можно сказать точно – Атрею не нужно будет сдавать ЕГЭ. А вот мне приходилось, и это, конечно, была та еще жуткая история. Но в действительности подготовка к экзаменам – это не всегда нудная зубрежка, выгорание или апатия. Все можно делать в комфортном темпе, с молодыми понимающими преподами и по эффективным авторским методикам. Вот вам повезло. Онлайн-школа Умскул подготовила для вас топовую программу обучения в мастер-группе Нео, которая сделает вашу подготовку к экзаменам вдвойне проще, эффективнее, без стресса и в удовольствие. Удобный формат онлайн-занятий с изучением всех тем, которые могут встретиться на экзамене. Собственная образовательная платформа. А что еще круче, так это то, что с вами будет работать искусственный интеллект, который анализирует работы пробников и домашек и рекомендует занятия по темам, которые вызывают сложности. Только индивидуальная программа подготовки, которая позволит подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за короткое время с нуля до 90 плюс баллов. Никаких злобных учителей, заставших лично путь Кратоса. Только молодые преподаватели, которые на волне с учениками, объясняют темы доступным образом и на понятном языке. При этом в мастер-группе Нео возможна дополнительная мотивация учеников в виде умкоинов, которые можно обменивать на скидки и классную продукцию умскул. Исключите выгорание своей жизни, переходите по ссылке в описании и начинайте учиться в умскул. Ведь до ЕГЭ осталось всего 4 месяца, а у умскул есть тот самый курс, который поможет пройти всю программу экзаменов за оставшееся время. Привет, ковбои! Все еще болею, так что если где-то что-то напутаю, не судите, пожалуйста, строго. Кратос – бессменный главный герой всей серии God of War. Этот чрезвычайно мускулистый мужчина с наглобритой головой, кожей пепельного цвета, которая служит напоминанием о семье, и красными татуировками на теле, созданными в честь брата, бесстрашный спартанский воин и полубог с безумной яростью, бешенными глазами и жгучим желанием отомстить, который практически в одиночку истребил весь греческий пантеон богов, в перезапуске вдруг оказался сдержанным, суровым и уставшим мужичком с сыном, который вновь потерял жену. Хоть и на этот раз не из-за безумных и гречь богов. Хотя это пока не точно. В любом случае, Кратос сильно постарел и устал. Прежнее безумие поутихло, а огонь в глазах погас. И хотя он не менее силен и мускулист, прекрасно видно, что это не лучшая его форма. Сражения даются ему нелегко, восстановления работают с трудом. В битве с Бальдром скандинавский бог упивается битвой, даже когда теряет свою неуязвимость. Кратос же всегда холоден и расчетлив. В его глазах видно желание поскорее закончить это и отправиться домой, чтобы заняться чем-нибудь унылым и обыденным. Бог войны уже не тот. Но не поймите мне неправильно. Он все так же крут, просто сейчас он устал. Силы покидают его. Даже в игре он спешит поскорее закончить путь, пока еще есть силы на это. Это грустно, но это первая подсказка, которая намекает на скорейшую кончину Кратоса. Слишком долго он нес на себе этот тяжкий груз. И когда его последнее предназначение в виде воспитания сына будет окончено, вероятно ему придется уйти на покой. Впрочем, не факт, что его уход будет спокойным. На протяжении всей игры и даже предыдущих частей прослеживается одна идея, что потомки богов вынуждены по непонятной причине убивать своих родителей. В прошлом ролике я рассказывал о том, что Кратос убил своего отца Зевса. Зевс, в свою очередь, как минимум в одной из версий убивал своего отца Хроноса или как минимум изгонял его в Тартар. Один также убил своего отца, по сути прародителя всех существ и самого мироздания Эмира. Как минимум был одним из тех, кто его убил. В самой игре Бальдор всеми силами стремился убить Фрею, хотя и понимал, что это принесет ему неминуемую гибель. Значит ли это, что сын Кратоса от Рей тоже должен когда-нибудь, по какой-то важной или необычной причине, убить своего отца? Это вторая подсказка не только на то, что Кратос погибнет, но и на то, как. Впрочем, я не могу говорить об этом с уверенностью, ведь Кратос вроде как прервал цикл, очень сильно этим повлияв на своего сына и, скорее всего, на его будущие поступки и отношения к отцу убийству. Не говоря уже о том, что таким образом Кратос приблизил Рагнарёк. Также в конце игры, среди всех предсказаний великанов, была изображена необычная сцена, где молодой парень с колчаном стрел, якобы от Рей, держит в руках лежащего без сознания лысого и бородатого мужчину, вероятно Кратоса, и высасывает из него жизнь. Это третья подсказка, хотя она и чистой воды спекуляция, ведь картинку можно интерпретировать по-разному. Однако игра показывает нам эту сцену как раз в тот момент, когда нам ничего не остаётся, кроме как сделать вывод, что это от Рей и Кратос, ведь до этого все изображения иллюстрировали путь этих двоих. А история с отца убийством намекает на то, что сын убивает своего прародителя. Ещё один интересный момент. По скандинавской мифологии, мужем Лаувэи был великан Фарбаути, который, к сожалению, умер, хотя и при неизвестных обстоятельствах. А учитывая, что на этих фресках Кратос числится как Фарбаути, нет ничего удивительного в том, чтобы предположить, что его жизнь закончится при неизвестных обстоятельствах, но явно в рамках скандинавской мифологии. Это четвёртая причина. Как видите, причин, чтобы ожидать смерти Кратоса много. Многие из них, конечно, косвенные и, вероятно, ни о чём не говорят наверняка. Но последний факт и пятая причина в том, что God of War Ragnarok закончит историю скандинавских приключений бога войны, а значит самое время прекратить и страдания Кратоса. Впрочем, именно информация о том, что God of War Ragnarok – последняя часть скандинавских приключений, даёт надежду на обратное. Что Кратос будет жить и ещё не раз поднимет своё оружие на очередного бога. Дело в том, что в одном из своих интервью Кори Балрак, считая его главным по серии Бога войны, заявил, что новый God of War в рамках перезапуска ждёт как минимум пять частей. God of War Ragnarok – всего лишь вторая из них, а значит должно быть ещё три именно в рамках этого цикла, без перезапуска и, по идее, без смены главного героя. Если бы Проджекты сказали, что Ведьмак – это не трилогия, а, например, квадрология, никто бы даже не подумал менять главного героя Геральта на кого-то иного. Причём даже Ведьмак в своём названии оперирует целой кастой воинов, что подразумевает более лёгкую смену на иного Ведьмака. Тогда как God of War – это про бога войны, конкретного бога войны, который получил свой титул, убив первой части игры Ореса. Сама мысль о том, что будет новый шестой God of War без Кратоса, не должна укладываться в голове. И даже тот факт, что Кратос явно воспитывает себе преемника, ничего не меняет. Ведь Локи – в любом случае бог лжи, обмана и трюков, на крайний случай хаоса, но никак не войны. Даже от Реи, если отодвинуть его происхождение по своему поведению-виду, ни в чём не похож на Кратоса. А значит, пока не выйдут все части God of War, Кратос никуда не денется. Возможно, предсказание верное, и Кратос умрёт, однако не обязательно ему исполняться сейчас, во время Рагнарёка. Но тогда встаёт интересный вопрос. Если God of War – Рагнарёк – это последняя часть про север и скандинавских богов, то что же будет дальше? И в игре нам дают определённый намёк на то, какие ещё миры, страны или, если хотите, вселенные может посетить Кратос. Ведь на утерянной табличке с Тюром говорится, что этот скандинавский бог войны, который и вообще как бы наоборот был за мир, дружил с великанами, за что и получил их просветлённое зрение, за всю жизнь посетил несколько других стран, которые выражены особыми символами. Кратос называет их символами войны. Самый известный среди них для нас – это греческий символ Омега, который отсылает греческому алфавиту и основному символу игр с Кратосом, а значит и греческой мифологии, как таковой. В каком-то смысле этот символ до сих пор с ним. Также среди символов есть три скрученных запятых. Символ называется Митсу Дамоя и отсылает к японской культуре. Особенно интересно, что в далёкие времена этот символ наносили воины на свои доспехи, чествуя бога войны Хачимана. И даже сейчас такое тройное Тамоя применяется в храмах его имени. Следующий символ – тройная кельтская спираль или Триксилион. И, конечно же, она отсылает к кельтской культуре. По своей сути, такая тройная спираль связана с тройственностью бытия в применении к человеку, солнцу и природе. Но чаще всего его рассматривают как символ трёх состояний человека – рождение, жизнь и смерть. Причём тут война – непонятно. Последний символ обозначает глаз, или скорее око – соколиное око бога неба и солнца гора. Ещё его называют Уаджит. И отсылает он, конечно же, к культуре древнего Египта. Что интересно, этот глаз был выбит в схватке другим богом с Сетом, который как раз был богом войны, хаоса и смерти. Так что логичнее было бы, если бы этот глаз был его. Однако после исцеления Уаджит стал могущественным амулетом, который носили фараоны. Что это значит для продолжения истории Кратоса, я не знаю. Но и Кори Балрак говорил, что хотел бы увидеть франшизу игры в древнеегипетских декорациях, а ещё в декорациях майя и китайских декорациях. Вот вам и как минимум пять частей. Две скандинавских мифологии и по одной кельтской, древнеегипетской и японской. Каждая скульптур очень многообразна, а также даёт множество мыслей о продолжении истории. Японские они, египетские боги и всякие кельтские огры, лепреконы, феи или сприганы. Всё это очень интересно. Но вот что меня волнует прямо сейчас в куда большей степени. Тюр уже побывал в этих мифологических местах или только планирует? Сложности добавляет то, что табличка с одной стороны является предсказанием, с другой – историей. А ещё – эти путешествия во времени. Была даже теория о том, что Кратос – это на самом деле Тюр, который был втянут в Рагнарёк, но отброшен во времени назад. А значит, у него как раз появилась возможность исследовать другие миры. Но нам показали трейлер, и эта теория заглохла. Хотя, возможно, и всё, кроме Тюра, в ней окажется верным. Получается, что сейчас есть множество причин считать, что Кратос погибнет, и не меньше причин, что выживет. Однако, что-то мне подсказывает, что правда окажется где-то на середине. Возможно, его действительно отбросит во времени, он посетит иные страны и примет свой финал в Рагнарёке. Возможно, начнётся новый цикл про Локи, где сын сменит отца, воспитав в нём преемника. Возможно, Кратос переродится. Таких догадок можно придумать много, но сконцентрируемся на другом. На самом главном – предсказании великанов, которые, как мы знаем, ведают будущее. Итак, возьмём за основу, что на данной фреске действительно изображён Кратос. Ни Тюр и ни Один, потому что не совсем понятно, что им тут делать. Да и если верить переводу, то руны вокруг гласят что-то вроде «Смерть отца несчастья», что явно наводит на мысли о смерти Кратоса, который в финальной битве может потерять руку, ногу и глаз. Однако руна неподалёку переводится или как «обман», или как «предательство», одновременно намекая на то, что смерть Кратоса вызвана или чьим-то предательством, или всего лишь является обманом. Напомню, что Локи по мифологии мастер иллюзий, а значит сотворить смерть отца для него не то чтобы из разряда невозможного. С другой стороны, во сне Трея нам показали Тора, который по предположениям пришёл просить помощи у Кратоса в том, чтобы остановить Рагнарёк. Однако Тор всегда истребляет великанов, и вполне возможно, что в конце предаст и попытаются убить или Локи, которого Кратос будет защищать, или самого Фарбаути. Кроме того, не совсем понятно, что именно делает Атрей на фреске. Пытается спасти отца или наоборот забирает его силу. Ничего не понятно. При этом также не стоит списывать со счетов Фрейю, истинную королеву Валькирий, которая отправилась к Одину, чтобы вернуть себе крылья. Да и Бальдера, несмотря на смерть, тоже, ведь в легендах его практически удалось вернуть из страны мёртвых, если бы не Локи. Эти двое также могут привести к тому, что изображено на фреске. Слишком много информации, которую очень сложно связать воедино и дать какой-то конкретный ответ. Но лично я верю в то, что Кратоса ждёт какое-то испытание и смерть, а за ним возможно перерождение или какое-то преображение. На другие выводы сейчас моё поражённое болезнью сознание просто не в силах. Так что если у вас есть какие-то мысли на этот счёт, погибнет Кратос или выживет, или как именно это случится, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Если видео понравилось или было полезно, поставьте лайк. Подпишитесь, если не хотите пропустить следующее, и напишите поддерживающий комментарий. Отдельная благодарность спонсорам за оказанное доверие и поддержку. И не забывайте кликнуть по рекламной ссылке в описании. Мне это очень поможет. На этом всё. С вами был Эвойс Ребус, и увидимся в следующем видео.